Итак, тема у нас сегодня сравнение РСБУ и МСФО. И конкретно мы поговорим про основные средства. Что касается вообще РСБУ и МСФО, я думаю, что вы знаете, мы уже достаточно долгое время идем. РСБУ пытается приблизиться к МСФО. И сейчас мы буквально в ближайшие несколько лет ждем целый пакет ФСБУ новых, которые вступят в силу. И они в принципе максимально приближены. Я не могу сказать, что стопроцентно. Тут более детально будем смотреть. Но максимально они приближены к международным стандартам. Но они, знаете, как-то не полностью переписаны. То есть не стоит ожидать, что это взяли стандарт МСФО и просто перевели. У нас есть перевод стандартов международных, а вы их можете на русском языке почитать. Но в ФСБУ не повторяют стопроцентно стандарты. И многие вещи не прописаны подробно, а они отсылают нас просто к МСФО опять же. Например, актив определяется по справедливой стоимости, а как это делать, читайте в МСФО. То есть получается, что бухгалтеру в ближайшей перспективе, казалось бы, разницы не будет. На самом деле, скорее, все чаще и чаще придется прибегать к чтению как раз таки международных стандартов. Это вот такая тенденция. Ну, почему выбрали основные средства? Во-первых, сложно себе представить компанию, в которой основных средств нет. И во-вторых, вообще это такая вот головная боль на самом деле многих компаний, кто отчетность еще и не только по ФСБУ, а по МСФО составляет. Потому что в основном у нас в компании составляют отчетность методом трансформации. Это когда мы с вами учет не ведем, а мы только перекладываем показатели отчетности из ФСБУ в МСФО. Так вот, касательно основных средств, особенно если компания крупная, это сделать достаточно сложно. Потому что основные средства – это сложные активы. Они не просто вот поступили в компанию и выбыли. Они проходят, ну, в силу того, что у них длительный период нахождения в компании, различные вещи с ними случаются. Переклассификации могут быть. А у нас в МСФО есть обесценение, начисление, восстановление обесценения. Какое-то, может быть, там частичное списание. Особенно если объекты крупные, с различными компонентами. Нужно понимать, куда амортизация относится, да, к какому виду восходов. То есть учет такой сложный. Поэтому зачастую компаниям приходится параллельно вести реестр основных средств по МСФО. И, соответственно, чем больше у нас различий между ФСБУ и МСФО, тем работы больше, по сути. То есть уже сравнить очень сложно становится стоимости, которые у вас в российском учете получились на балансе, и то, что у вас в МСФО получилось. И вот, собственно, наша задача разобраться сегодня, почему это случилось. Вот идея такая в целом. Ну, для начала, если не знакомы со мной, я сейчас совсем прям кратенько. Меня Миронова Софья зовут. Если какие-то вопросы далее будут возникать, пожалуйста, пишите. Там вот у нас адрес есть в конце. С удовольствием буду отвечать на вопросы. Ну, есть у меня квалификация СССР. Сначала я ДПФ раздавала, потом уже пошла на полную квалификацию. А потом еще и на СИМУ пошла, потому что сейчас очень много проектов, на самом деле, когда у нас управленческая отчетность собирается на базе МСФО стандартов. Поэтому очень много проектов, связанных с управленческой отчетностью, с бюджетированием. И тут надо знать и МСФО, и бюджеты, то есть как бы расширять круг своих знаний. Вот, соответственно, ну, самый такой яркий опыт, это, наверное, в компаниях большой четверки. Там действительно крупные проекты, интересные, разносторонние. Начинали мы с того, что мы в Excel сначала отчетности собирали для компаний. А потом потребности компании, особенно крупных, они меняются со временем. Excel уже мало. Excel не всегда тянет. И мы сейчас в основном занимаемся автоматизацией в таких системах ERP, как SAP, Oracle. Методологию МСФО туда внедряем. Да, Любовь, вы, может быть, поделитесь, чем вы занимаетесь. Ну, может быть, кратко какой-то функционал, чтобы я тоже понимала, возможно, что более интересно для вас будет, с какой точки зрения на это все посмотреть. Можете должность написать, можете сферу, в какой компании работать, тоже будет интересно. Так, ну, идем дальше, да? Значит, что будем сравнивать? Мы будем сравнивать, что есть на сегодняшний момент. На сегодня у нас в российском учете действует стандарт по основным средствам ПБУ-6. Но поскольку на горизонте есть вообще проект ФСБУ «Основные средства», он пока еще не утвержден и постоянно его применение откладывается, я немножко буду к нему обращаться. У меня на слайдах его нет, потому что, ну, по сути, еще такой документ неофициальный. Поэтому я не стала сюда цитаты вставлять. Но, тем не менее, мы будем с вами понимать, что в будущем нас, скорее всего, ждет. Есть еще какие-то прочие документы, но они такие менее важные. Поэтому здесь вот я их просто перечислила, чтобы вы ориентировались. Если вам что-то конкретное понадобится, вы, соответственно, можете почитать. Что касается МСФО. А здесь у нас основной стандарт – это ИАС-16 основные средства. Ну и прочие какие-то, да, это концепция, основные как бы моменты, принципы вообще международных стандартов. Стандарт ИАС-8 – учетная политика изменения в бухгалтерских оценках и ошибки. Вот эти три понятия всегда мы должны с вами различать. Что такое учетная политика, что такое бухгалтерская оценка и что такое ошибка. Но более подробно можно в этом стандарте почитать. Почему это важно? Потому что, когда вы меняете какой-то слой подход, вы должны понимать, что вы меняете – учетную политику или оценку. Почему? Потому что изменения учетной политики корректируются ретроспективно, то есть с полным пересчетом всех прошлых показателей. А, например, корректировка каких-то бухгалтерских оценок, она меняется просто перспективно, да, поменяли и вот начиная с сегодняшнего дня вы просто учитываете по-другому. Эта вещь очень важная. Потому что, понятно, да, пересчитать все-все показатели, особенно если это основные средства, у которых срок использования, там, может быть, 40 лет, и оно уже 20 у вас прослужило, то представлять теперь еще там за предыдущие 20 лет – это, конечно, чудовищно. Но там есть поблажки какие-то, понятно, МСФО всегда говорит, что вы рассчитаете те усилия, которые вам потребуются для пересчета, и то, что вы на выходе получите, если это вам не очень выгодно, ну и, собственно, зачем тогда это все делать. Так, ну и, да, про ФРС-1 я дальше расскажу, зачем он нам здесь понадобился. Вот такие стандарты. Каким образом у нас материал построен? Да, что касается материала, записи, я даже вот, кто не присутствовал, кто регистрировался, я всем пришлю, мы еще, я думаю, запись вебинар на YouTube положим, ну и презентацию я тоже вам вышлю, можете пользоваться. Значит, здесь у меня формат такой, я сначала вам даю то, что есть в РСБУ с указанием, собственно, где это можно почитать, чтобы вы были уверены, что мы не просто так это придумали, а можно на мотивную базу все будет ознакомиться, да, чтобы вам долго не искать, где это написано. Дальше, если это есть в МСФО, мы говорим о том, как в МСФО, если нет, ну просто сразу вывод, что да, в МСФО такого нет и к чему это ведет. Вот таким образом вся наша презентация будет строиться. Я, наверное, больше, я не буду все читать, все, что есть на слайдах, я думаю, вы сами почитайте. Я, наверное, буду просто от себя делать какие-то дополнения, комментарии, которые мне кажутся важны в той или иной ситуации. Так, значит, первое, у нас есть такое понятие в РСБУ как стоимостной лимит, и конкретно в бухгалтерском учете он на сегодняшний день установлен 40 тысяч. Значит, если у нас какой-то актив стоимостью меньше 40 тысяч, мы можем его сразу списывать на расходы, да, то есть не учитывать как необоротный актив, там не признавать амортизацию и так далее. Да, коллеги, то, что я пропустила, да, что вообще такое основные средства, что это внеоборотные активы, которые компания использует для собственных нуж, внеоборотные, значит, использования больше 12 месяцев, на самом деле и в том, и в другом стандарте совпадают, поэтому я на этом останавливаться не буду. То есть я делаю акцент только на тех различиях, которые есть. Значит, у нас в МСФО нет вообще такого понятия, но я что хочу здесь сказать. Вообще в МСФО не принято писать конкретные цифры. То есть, в принципе, вы у себя можете закрепить в учебной политике понятие, когда вы говорите, что вот если у меня актив меньше стоимости, допустим, 5 тысяч долларов, я его буду сразу списывать в расходы. Вы можете это делать, вам никто не запрещает и никто не ограничивает вашу сумму. Ну, безусловно, вы очень большую сумму не сможете поставить, это ни один аудитор не пропустит, но и будет нелогичный уровень. Ну, какую-то вот для каждой компании свою, понимаете? То есть здесь важно, что вы должны не просто взять вот то, что вам дали, а вы должны включить какое-то свое профессиональное осуждение, свою оценку, исходя из этой оценки, соответственно, можете принять такое решение, что да, у вас тоже будет стоимостной лимит, но он будет свой, что, конечно, более гибко, более удобно для компании. Так, идем дальше. Следующее формирование первоначальной стоимости. В принципе, основные положения формирования вот этой стоимости, они похожи. Ну, если мы покупаем актив, это та цена, за которую мы купили, минус какие-то возмещаемые там налоги, да, там пошлины какие-то. Это так и в РСБУ и в МСФО. Если мы сами строим актив, ну, как у нас называют, хоспослом, да, в этом случае прямые затраты можно включить в стоимость и в том и в другом случае, да, там зарплату, амортизация оборудования, материалы какие-то. Это все идентично абсолютно. В чем есть различие? Значит, если у нас компания обязана понести какие-то затраты по выводу из эксплуатации, ну, как правило, это применительно к каким-то крупным, особенно добывающим компаниям. То есть они, когда приходят на какое-то месторождение, ввиду там какую-то добычу, да, там каких-то ресурсов, они, соответственно, после того, как закончат этим заниматься, должны привести вот этот вот участок в изначальное состояние. А затраты, как правило, очень большие на вот этот вывод из эксплуатации, да. Ну, там, то есть, представьте, нужно засыпать огромное, как правило, если выемка идет грунта, да, соответственно, вот это все нужно будет восстанавливать, восстанавливать, там, ну, какой-то лес, возможно, посадить, вот такие вещи. Если там какие-то сооружения остались, значит, их нужно демонтировать полностью. То есть сделать максимально возможное, чтобы не наносить вред окружающей среде. И это произойдет у нас когда-то в будущем, когда мы планируем закончить работу на этом объекте, и стоимость его будет большая. Поэтому, ну, собственно, начнем с МСФО, потому что оттуда все это пошло. Значит, есть такое понятие, как актив по выводу из эксплуатации. Мы с вами рассчитываем, что нам через 30 лет понадобится 50 миллионов для того, чтобы провести все в изначальное состояние. Мы берем эти 50 миллионов, считаем, сколько это будет на сегодняшний день. То есть 50 миллионов – это будущая оценка. Это мы через 30 лет, там, в 50-м году понесем эти расходы. А на сегодняшний день это, допустим, 25 миллионов, ну, исходя из ставки дисконтерна. Я не буду сейчас очень подробно, я в общих словах, если вы не знакомы с этим понятием, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Тогда мы что делаем? Мы ставим себе на баланс актив. Дебит, актив, кредит, обязательства. И мы потихонечку актив амортизируем, он у нас списывается. Вот обязательства, но наоборот, растет. И в итоге мы получаем через 30 лет ситуацию, когда на балансе уже полностью этот актив списался, а обязательство выросло до 50 миллионов. Мы его, соответственно, ну, гасим, как бы, да, свои расходы в счет этого обязательства. Для чего это сделано? Для того, чтобы оценивать ситуацию объективно, да, с отнесением доходов и расходов. Чтобы не получилось, что вот вы работали, работали, 30 лет работали, прибыли у вас хорошие были, а потом вы взяли через 30 лет и начали площадку приводить в исходное состояние, и просто взяли и вы что-то прогуляли, бухнули себе вот эти 50 миллионов. Сумма, как я уже сказала, она существенная, ну, как правило, существенная, даже для крупных компаний. И у вас просто финансовые результаты никакого. У вас, возможно, вообще получатся убытки. Ну, это не совсем объективно. На самом деле вы по ходу работы, да, получается, портите этот участок. И, ну, признавательные расходы, наверное, по нему должны постепенно. Значит, так было в МСФО. И в МСФО закреплена эта обязанность, и то, что вы ставите это в состав актива, оно, по сути, присутствует в двух стандартах. Это в ИАС-16 с точки зрения вот этого актива, да, как бы одна сторона проводки. Есть еще стандарт ИАС-37, он называется резервы, условные обязательства, условные активы. Значит, там говорится вообще, в принципе, об обязанности, что вот у компании может быть обязанность какая-то по возникновению вот такого начисления, и как дальше поступать. В РСБУ у нас до недавнего времени вообще такого понятия не было. А потом у нас позже, чем ПБУ-16, у нас появилось ПБУ-8, ну, оценочное обязательство, условные обязательства, условные активы, собственно, да, переписанные со стандарта ИАС-37, и там есть это понятие. Но вот в ПБУ-6 не добавили, да, то есть получается, на самом деле, компании, многие, которые уже идут много со временем, они эти активы создают. Хотя в ПБУ-6 такого нет, да, и здесь вот, вы знаете, особенно, ну, когда есть какое-то общение, да, там живые какие-то семинары я провожу, часто очень в основном бухгалтера подходят и говорят, а куда мы это должны поставить, что это за актив такой, что он у себя представляет. Поставить в основные средства. То есть это отдельный какой-то актив, по сути, отдельная группа, то есть вы в примечаниях отдельно его будете выделять, как актив по выводу из эксплуатации, он так и называется. Вот, то есть, в принципе, в РСБУ оно есть, но оно, знаете, настолько вот как бы засунуто в другой стандарт и не совсем очевидно, что оно существует и что с ним дальше делать, сказать, что российские бухгалтера не всегда понимают вот эту обязанность. На самом деле, вот из практики работы в добывающей компании могу сказать, что зачастую, даже если начисляют этот актив, не всегда оценка отдела МСФО и отдела РСБУ совпадает, потому что тут еще вопрос вот этого дисконтирования. Ну, у кого-то 25 миллионов получилось, у кого-то там другая оценка, тут тоже много вопросов. Вот, то есть это такой вот момент, который часто вызывает разницу между РСБУ и МСФО. Так, ну идем с вами дальше. Следующее у нас различие в установлении первоначальной стоимости. Здесь такое понятие. Здесь как раз я хочу рассказать про стандарты ФРС-1. Первое применение МСФО. Какая же там история? Значит, когда компания переходит на МСФО первый раз, она имеет право переоценить свои основные средства по их текущей какой-то рыночной стоимости и поставить на баланс вот в этой стоимости. И это не значит, что она дальше будет учитывать их по модели учета. Вот у нас есть, да, модель учета по исторической стоимости, по фактическим затратам. А есть модель учета по переоцененной стоимости. Ну, это у нас в обоих системах так. Соответственно, здесь компания может один раз переоценить, а дальше учитывать, как по фактическим затратам, но только первоначальная стоимость у нее будет несколько иная. И на самом деле большинство компаний пользуются вот этим правом. Почему? Потому что что мы с вами имеем, как правило, особенно если, опять же, крупная какая-то компания производственная, значит, мы видим, что есть какие-то производственные объекты, цеха стоят, здания, там есть какое-то оборудование. Смотрим в отчетность, смотрим в учет карточки основных средств, а балансовые стоимости списаны уже полностью. Ну, либо практически списаны, либо вообще, возможно, до нуля, так еще и несколько лет назад. Что получается? Получается, что компания работает на этих объектах, получает экономические выгоды. Вот они стоят, заводы, да, это огромный массив, это здания, это огромные деньги на самом деле. А в балансе ноль. Ну и, как правило, когда компания на МСФО переходит, это различные могут быть, конечно, этому причины, ну, помимо обязательных, таких, как 208 закон, да, когда нас просто обязали составлять отчетность, бывают же ситуации, когда действительно какое-то инвестирование хотят привлечь. Какие-то банки сейчас многие просят отчетность по МСФО, может быть, какие-то зарубежные инвесторы, которые, конечно, оценивать будут вас по международным стандартам. И получается, что компания хочет показать, что у нее есть активы. Она не просто так вот прибыль какую-то себе зарабатывает, у нее есть на чем. И она тогда берет и переоценивает. И вот, по сути, ставит себе на баланс какие-то вот такие крупные суммы. И в реестр они попадают вот с такими значениями, и дальше им присваивается там, ну, понятно, срок какого-то полезного использования, амортизация начисляется и так далее. И вот эти разницы, они могут быть существенными очень. И они у вас, по сути, от того, что вы там примете, сейчас начнете применять ФСБУ новый или ПБУ старый, они никуда не уйдут, пока они полностью не самортизируются. Поскольку, как правило, суммы большие, объекты большие, срок полезного использования очень длительный, скорее всего, вы с ними жить будете еще очень долго. Вот, поэтому на самом деле, вот один вот такой стандарт, да, но он дает очень большую, колоссальную разницу по сравнению даже со всеми остальными, о которых мы сегодня говорим. И они не уйдут. То есть я вот дальше буду еще ссылки делать, буду говорить, вот этого не будет в будущем, вот это вот сейчас есть. Это будет, пока оно есть. Если вы это когда-то один раз сделали при первом применении. Так, следующий момент, установление срока полезного использования. Ну, у нас, как правило, в ФСБУ пользуются классификатором. Хотя, в принципе, по бухгалтерскому учету не обязательно, но мы вообще есть такая тенденция, постоянно пытаемся, да, пока пытаемся, поставив привычки приблизиться к налоговому учету. Почему пока, коллеги? Потому что на самом деле принятие вот этих новых стандартов, которые нас приближают к МСФО, нас будут отдалять от налогового учета. Ну, если только налоговый учет не начнет двигаться в сторону МСФО, но я пока, честно говоря, не вижу такой тенденции и не ожидаю, что налоговики начнут идти в новую с МСФО. Окровенно говоря, у них другие, конечно, задачи. Ну и вообще это более, если РСБУ, уж такая тяжелая машина, которую сложно как-то просто взять и поменять, то налоговый учет еще более тяжкая процедура. И, как правило, знаете, вот самый такой частый вопрос, а что же будет у нас в налоговом учете, если мы сейчас вот это все понаделаем, как у вас там в международных стандартах, что случится? Ничего, коллеги, с налоговым учетом не случится, кроме того, что у вас расчет отложенных налогов поменяется, и разница, скорее всего, да, отложенные налоги могут возрасти просто. Больше никакого влияния. То есть как бы мы налоговый кодекс не трогаем. Поэтому я думаю, что здесь, ну, есть компании, которые уже от этого ушли, а есть, которые продолжают это делать. Значит, в МСФО, понятно, у нас никакого классификатора нет и не бухгалтер. Я на самом деле тоже начинала работать в российской компании, и первое время у меня обязанности были это РСБУ и налоговый учет. Я вот помню, как мы это делали. Бухгалтер по классификации, то есть поступало основное средство, мы искали его в классификаторе и, соответственно, определяли срок полезного использования. Бухгалтер определял. В МСФО вообще-то принято, ну, что значит использование профессионального суждения? Либо какая-то документация должна быть к объекту, да, но, как правило, опять же, это не задача бухгалтера читать эту документацию, только если это не ваш там личный компьютер, который вам купили, ну, тогда возможно. Хотя и в этом случае, если компания более-менее крупная, скорее всего, есть системный администратор, который вам скажет срок использования. Есть технические службы. Если компания закупила экскаватор, это не работа бухгалтера определять срок его полезной службы. Это работа технического специалиста, мастера, кто у вас стоит на объекте, кто главный. Он должен вам предоставить, ну, тут формат свободный, конечно, желательно в письменном виде, ведь аудиторы же могут попросить подтверждение, что вот срок полезного использования этого нового объекта, он такой. Как он это определяет? Это его профессиональное суждение, это его обязанность. Я бухгалтер, я ставлю на учеб. Да, а вот делать вот такие вот оценки, потом, знаете, как вот, ну, может быть, экскаватор может служить там 15-20 лет, но у нас в компании принято каждые 10 лет новые закупать. Почему нет? Это право компании, она так решила. Так решило руководство, возможно, да. Возможно, есть какая-то касательно этого методика, да, какие-то написаны документы специально, что вот, ну, у нас агрессивная среда, или у нас три смены, и поэтому он столько не прослушат и так далее. То есть причины могут быть разные. Здесь, опять же, мы видим, что в МСФУ у нас, конечно, более гибко это настроено, и не так вот топорно, что только вот возьмите, как есть классификатор, и все, и не шага влево-вправо. Здесь вы можете менять. И, собственно говоря, вот этот момент гибкости нас приводит к следующему различию. Пересмотр срока полезного использования. В МСФУ мы можем пересмотреть срок, если мы привели какую-то модернизацию. То есть мы изменили показатели работы этого объекта, его характеристики. Если они выросли как-то, да, то мы, соответственно, можем и сказать, что мы тогда можем продлить срок. В МСФУ мы можем, как говорится, делать что угодно в любую сторону. Мы можем увеличить срок, а можем сократить. И не потому, что мы объект поменяли, а потому, что мы намерения свои поменяли. Вот мы так решили, что мы не хотим так долго пользоваться этим объектом. Здесь такой, знаете, самый банальный, вообще простейший пример – компьютеры. Вот изначально закупались, казались, такие прям компьютеры прогрессивные, современные. Мы будем 10 лет ими пользоваться. А потом выходит новый Windows, новые обновления. Мы понимаем, что наша техника устарела. И через 2 года мы приходим к выводу, что мы не будем еще 8 лет ими пользоваться оставшихся. Ну, года 3, может быть. И все потом придется менять, потому что новую программу, которую нам тут поставили, да, опять же, какая-нибудь бухгалтерская, он ее просто не тянет. Да, то есть здесь, опять же, гибкость. И вот это, кстати говоря, гибкость у нас с вами появится в ФСБУ. Основные средства в новом. Там как раз говорится о том, что это бухгалтерская оценка. Что это значит? Это значит, что на конец каждого года мы имеем право ее пересмотреть. Мы, в принципе, даже должны оценить, поменялось ли что-то или нет. Ну, понятно, что если у вас индикаторов каких-то того, что есть изменения, не возникло, то не нужно, конечно, кидаться, все переоценивать. Ну, там все менять обязательно. Нет. Но если вам техническая служба сообщает, вы знаете, вот как бы мы поменяли свое мнение, мы, пожалуй, будем пользоваться вот такое время. Вы тогда меняйте. Ну, соответственно, в дальнейшем мы и в ФСБУ сможем это делать. Пока нет, пока не можем. И получается, опять же, да, тут в ФСБУ не можем, в МСФУ взяли, поменяли, и может обратно у вас ситуация возникнуть. Вы в МСФУ списали уже этот компьютер, а в ФСБУ еще не списали. И там 10 лет, ну, если только совсем его спишите, имеется в виду, да, путем выбытия. Но, опять же, стоимость у них будет разная тогда при выбытии, потому что вы его в МСФУ самортизируете, а в ФСБУ у него еще остаточная стоимость какая-то останется. Ну, опять какая-то разница, да, получилось. Так, следующее, что касается амортизации, установления метода амортизации. Ну, здесь, пожалуй, разница только в том, что у нас есть такой экзотический, я бы сказала. Вот, честно, коллеги, если когда-то видели в реальной жизни, напишите мне даже интересно. Я, на самом деле, кроме как в теории, пока не встречала на практике компаний, которые это делают. Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. Честно, не видела. Я, ну, как бы знаю, что это такое. То есть, вот есть у вас, допустим, срок полезного использования 5 лет. Вы складываете 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5. У вас получается 15. А и в первый год вы амортизируете, там, умножаете на 5, 15, потом на 4, 15. Ну, я не до конца понимаю, на самом деле, что он отражает. Да, вот с этой точки зрения в МСФО как-то более, да, метод амортизации должен отражать предполагаемую структуру потребления будущих. Ну, то есть, понятно, он к чему-то должен привязан быть. Если вы постоянно пользуетесь объектом, наверное, линейный. Если вы первое время большую выгоду, да, как бы получаете от объекта, а потом меньшую, то, наверное, это вот этот способ уменьшаемого остатка. Если у вас какой-то рабочий производственный объект или вообще сезонный, вот, да, это очень актуально. А в добывающих, опять же, компаниях пользуются вот этот вот по объему продукции. Там каждый месяц дает техническая служба отчет, сколько добыли, и, исходя из этого, начисляют амортизацию. То здесь, конечно, я не до конца понимаю, к чему это. Ну, вот, есть такое. Ну, что, коллеги, на самом деле, мне кажется более важным, это пересмотр метода амортизации. У нас в РСБУ пока на сегодняшний день не предусмотрен пересмотр метода амортизации. В МСФО он есть. В МСФО это бухгалтерская оценка, опять же, и вы спокойно можете хоть каждый год менять. А это действительно важно. Да, почему? Ну, допустим, вот, как я сказала, у нас закупили объект, приняли, ну, сначала линейный метод. Потом поняли, что пользуемся только сезонно этим объектом. И он нам, допустим, в какое-то время года, ну, не знаю, мороженое мы там продаем только летом, и вот есть холодильник. А зимой стоит этот холодильник. Почему мы на него должны амортизацию вычислять? Потому что нам выгода никакой не приносит. Значит, как его амортизировать только летом? Если вы линейный способ выбрали, вы уже не можете, как бы, да, не амортизировать полгода. Вы будете амортизировать постоянно. Ну, тогда можно производственный. Производственный, вот пока он работает, у него есть, там, рабочие часы, и сколько он отработал, или, там, не знаю, сколько он выработал, если это, допустим, станок какой-то, сколько деталей на нем произвели. Как вариант. Вы, соответственно, будете его амортизировать только в тот момент, когда он используется. И в МСФО вы можете всегда это поменять. Еще один такой, знаете, был очень интересный момент и важный реально для компании. Значит, у нас был проект по быстрому закрытию. Сейчас крупные компании, они стараются побыстрее отчетность по МСФО. Не просто составить, а прям вот очень быстро. Очень быстро. Это вариант, когда крупная группа компаний, добывающих, составляет консолидированную отчетность по МСФО, по всем дочкам, на 10, там, буквально 10-15 января. То есть, с учетом наших праздников новогодних, да, то есть, это очень быстро. И мы, соответственно, пришли к заказчику с тем, чтобы ему помочь побыстрее закрываться, понять, где мы тормозимся. И оказалось, что в основных средствах у нас основной пункт торможения – это вот это начисление амортизации производственным методом. Получается, что все уже готовы, бухгалтера готовы тут все начислить, а мы ждем маркшредеров, их отчетов. А они, допустим, в Новый год не работают, ну, и потом им нужно какое-то время, они не так вот за 3 секунды вам отчет составили. Ну, это у них тоже процесс какой-то определенный, у них там не одно оборудование, оборудования много, нужно везде все пройти, посчитать, рассчитать, записать, отчитаться и нам предоставить. А у нас уже отчетность тут почти готова. И, в принципе, ну, мы, по сути, что можем сделать? Предложить компании поменять метод тогда на линейник. Если, в принципе, она, ну, там ситуация такая, что компания круглый год этим оборудованием пользуется, и не обязательно производственным тогда метод брать. То есть это, в принципе, логично и быстрее считается. Но получается в этом случае, а в РСБУ мы не можем поменять. И тогда у компании возникает еще одна разница между РСБУ и САФО. Такая ситуация. Но когда у нас появится новый, ну, пока, по крайней мере, в проекте нового в РСБУ, это есть пересмотр, и тогда мы уже с вами сможем и в РСБУ. Пока нет, пока живем так. Так, следующий момент. Определение амортизируемой суммы. Ну, в РСБУ просто вот есть основное средство, оно амортизируется. Вот, есть его стоимость, она полностью амортизируется. А в МСФО есть понятие ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость – это та, по которой вы в конце срока службы, объект этот, ну, там, продадите что-то, да, из него. Здесь, конечно, я всегда говорю, коллеги, смотрите на какую-то вот логичность, да, на экономическую суть. Это не значит, что если в МСФО есть понятие ликвидационной стоимости, то вы обязаны, вот, вырви глаз, но обязательно ее используете. Нет, конечно. Смотрите на существенность. Если, в принципе, вы понимаете, ну, тот же эскаватор вы взяли, у него срок полезного использования 15 лет, вы его ставите, опять же, у себя на 15 лет, и вы понимаете, что, ну, так вот, по-простому, после 15 лет работы от него одни ошметки останутся, там уже нечего использовать будет, то и не надо придумать никакую ликвидационную стоимость, 3 копейки, которые вам, в принципе, погода никакой не сделают. Здесь речь не об этом. Здесь речь о том, если ликвидационная стоимость, действительно, относительно стоимость этого объекта представляет существенную величину. Наглядный очень такой пример – это, знаете, машины представительского класса. Компания их закупает, дорогостоящие машины, для того, чтобы топ-менеджмент возить, да. Руководители. Значит, машина дорогостоящая, она, в принципе, ну, минимум там на 10 лет, на самом деле и больше, да. Обычно марки такие надежные берутся, хорошие производители. Ну, вот, допустим, она на 10 лет рассчитана, но мы, на самом деле, вот этот автопарк меняем каждые 2-3 года. Ну, просто потому что не модно, не престижно, это как бы больше такой показательный элемент. Поэтому, конечно, когда вы через там 2-3 года вот этот Мерседес последней модели представительского класса будете продавать, то стоимость его останется еще достаточно существенной. Вот в этом случае стоит использовать ликвидационную стоимость. И, соответственно, если ликвидационную стоимость вы какую-то приняли больше нуля, что получается, что вы амортизируете не всю величину, а, допустим, вот я купила автомобиль за 10 миллионов, дорогой, и его продам за 5, а там через 3 года, значит, я буду амортизировать 5 миллионов, на самом деле. Чтобы потом, знаете, как не получилось, что вы сначала много-много расходов списываете, а потом, когда вы раз, его начнете продавать, а у него стоимость уже 0. Вот в ФСБУ у него будет 0 стоимость, и вы потом какую-то прибыль получили, причем по каким-то прочим доходам. С чего это вдруг, да, она у вас такая получилась? То есть оно, реальность не отражает в этом случае. Поэтому вот в МСФО есть такое понятие ликвидационной стоимости, и вы амортизируете за вычетом вот этой стоимости. В ФСБУ новом основные средства она будет. Значит, есть такое понятие, есть амортизируемая стоимость ликвидационная, то есть там это появится. Пока этого нет, тоже возникают разницы. Дальше, период начисления амортизации, следующий вопрос. Значит, ну, в ФСБУ у нас он начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету. В МСФО такого нет, он доступен сразу для использования, можно начислять амортизацию. Первый момент. Но здесь тоже, коллеги, смотрите на существенность. То есть, если вы, ну, в МСФО начали там 25-го числа амортизировать, и там амортизация в месяц несущественная, а в МСФО вы начали, ой, в ФСБУ начали первого числа следующего месяца, возможно, эта разница очень минимальная. Вы должны на самом деле оценить, какой эффект она вам даст. И если она эффект незначительный дает, то не нужно очень прям вот к этому так дотошно подходить. Возьмите, примите, как в ФСБУ, начните его с первого числа следующего месяца. Ничего, МСФО сильно от того, что там 3 копейки на балансе лишние появятся, как бы никто не обратит внимания. То есть смотрите, конечно, на существенность. Если прям, ну, для вас это большой объект, и вы купили его 5-го числа и начали амортизировать в МСФО, а в ФСБУ только в следующем месяце начали, возможно, имеет смысл. Да, ну, надо понять, сумму амортизации за месяц, она дает какой-то эффект или нет. Потому что, опять же, если мы активом 50 лет пользуемся, то, наверное, ну, за месяц он немного нам приносит, да, амортизации. То есть как бы вот так. Ну, тем не менее, есть такое. Кстати говоря, я не знаю, пока проект, но вот немножко меня удивило, но в ФСБУ основные средства, и это есть, оно осталось с первого числа следующего месяца. Это как-то вот, вроде бы писали с ИАС-16, но вот как-то не все написали с ИАС-16, похоже, что. И следующий момент. У нас есть такое понятие, как консервация. У нас это в ФСБУ. И мы, соответственно, если отправляем объект на консервацию, мы можем не начислять амортизацию на него. А в МСФО нет такого. То есть если вы начали начислять амортизацию, то вы должны продолжать ее начислять. Только если вы не планируете продавать этот актив. Вот, кстати, чего нет в РСБУ, а есть в МСФО, вот это понятие. Значит, есть отдельный даже стандарт. В МСФО и ФРС 5. Внеоборотные активы предназначены для продажи, и там еще есть прекращенная деятельность. Но мы сейчас про активы. Значит, если вы планируете объект, вот этот внеоборотный актив продавать, то, ну, там есть определенные критерии. Он должен быть готов к продаже, вы должны начать вот эту деятельность активную, то есть поиск покупателя и так далее. И планируете продажу в ближайшие 12 месяцев и так далее. Ну, то есть целый стандарт на это все отведен. Я вам основное скажу. Значит, если вы поняли, что это такой актив, вы прекращаете на него начислять амортизацию, переводите его в актив на продажу, и в отчетности вы его отдельной срочкой, даже если он несущественный. Вот это такое исключительное правило. Вообще в МСФО обычно отдельно выделяются показатели, только которые существенны. Но здесь вот есть специальное правило, что его отдельно надо показать. А в МСБУ у нас нет такого, но в МСБУ основное средство, в новом. Есть такая фраза, знаете, я так своими словами, что если актив больше перестает отвечать характеристикам основного средства, вы можете его перевести в другой вид актива. В какой вид актива, что с ним дальше делать, нам никто не говорит. Поэтому что, получается, нужно будет сделать бухгалтеру, как я себе это представляю? Поскольку у него стандарта РСБУ нет нового никакого по этому поводу, значит, он пойдет в МСФО и будет читать ФРС-5. Опять же, мы возвращаемся к тому, что, скорее всего, бухгалтеру российскому придется все чаще и чаще идти в МСФО и читать там, что там делать. И это вот один из ярких примеров. Но консервацию из ФСБУ основные средства убрали. То есть там нет уже теперь этого понятия. И если начали амортизировать, только если он не перестал быть основным средством, мы его так и амортизировали. Ну, поскольку, знаете, тоже вот, получается, в ФРС-5 там много критериев, когда мы эту переклассификацию делаем, а в ФСБУ я не увидела этих критериев. То есть получается, что, наверное, опять будем в МСФО идти и читать там. Какой момент? Что значит, он перестает отвечать критериям основного средства? Ну, как-то очень, так знаете, общими словами написано. И не совсем понятно, конечно. Вот если бы я не знала ФРС-5, я бы, мне кажется, и не сразу догадалась вообще, о чем речь идет. Что я его должна в какой-то отдельный актив и перестать амортизировать. Там вообще об этом не сказано. Ну, вот такая ситуация, да, получается. То есть здесь, если вы знаете МСФО, у вас, получается, есть некое такое преимущество, да. Вы можете догадаться, о чем идет речь. А если вы не знаете, то как можно догадаться, если там не сказано об этом? Я думаю, что не так. Так, следующий вопрос. Дооценка, списание дооценки с резервой переоценки. Это вариант, если мы с вами учитываем объект по переоцененной стоимости. Значит, в РСБУ у нас один вариант. Если мы выбрали такой метод учета, мы потихонечку у себя в резерве переоценки в капитале копим, копим, копим этот резерв переоценки. И когда у нас основное средство выбывает, мы его берем и бухаем сразу в нераспределенный прибыль, целиком. А в МСФО у нас два варианта. Либо мы делаем то же самое, бухаем целиком, либо мы можем постепенно, по чуть-чуть, вот этот вот резерв переоценки списывать и по чуть-чуть относить на нераспределенную прибыль. Ну, это более трудозатратно, но с другой стороны, как-то более логично. Если сумма большая, может и стоит это сделать, а то потом, знаете, у вас вот так вот нераспределенная прибыль, и раз, если там много, и куча вопросов. Понимаете, любое большое изменение отчетности вызывает сразу миллион вопросов у аудиторов, у руководства, там, со всех сторон. И, конечно, с одной стороны, тут вот пытаешься, да, найти баланс между тем, чтобы не перетрудиться, ну, так образно я говорю, и тем, чтобы не попасть потом вот под этот миллион вопросов и непонятно, что с ним делать, как-то сгладить, да, вот эти вот колебания. Так, следующий момент. Доходы-расходы от реализации. В МСФО у нас показываются свернуты. Вот в РСБО нет такого правила, а в МСФО свернуты почему? Потому что, ну, раздувать отчетность, прочие доходы-расходы – это что-то такое, что, по идее, не очень интересно. Это не ваша неосновная деятельность. И от того, что вы там за большую стоимость продали основное средство, допустим, и у него цена была большая, и стоимость, допустим, большая, ну, остаточная стоимость. Ну, а финансовый результат-то какой? Ну, может, там ноль или там копейка какая-то. А мы вот будем, у нас прочие доходы какие-то огромные, прочие расходы огромные. Кстати, производственный объект какой-нибудь продали. Опять миллион вопросов. Почему такие? Ну, то есть все ожидают, что прочее – это какая-то мелочевка. А тут вы отчетность показываете, оп, а у вас там, ну, к чему, зачем? В примечаниях, да, в примечаниях вы все равно раскрываете эту информацию. Ну, тем более, если в кадаше производство объекта крупного, вы, конечно, расскажете о ней. Но на финансовые результаты, если влияние небольшое, зачем это показывать? Если оно большое, влияние, а остаточная стоимость маленькая, а продали за дорогое, так вы и в свернутом представлении как раз-таки увидите вот этот вот эффект, вот эту прибыль вашу огромную. А если у вас туда-сюда плюс-минус, то, ну, это никому не интересно. Так, ну, и последний момент – раскрытие информации. Я, коллеги, наверное, не буду это все читать, вы можете сами почитать. Я сразу вывод вам скажу, что в итоге получилось. Чего, значит, мы не нашли в РСБУ, но есть в МСФО. Мы раскрываем в примечаниях, то есть это вот не в самой отчетности, а где вот уже тексты, как правило, где-нибудь в конце. Есть у нас такое примечание – сумма договорных обязательств по приобретению основных средств. Знаете, с одной стороны, мелочь, с другой стороны, очень бывает полезна, потому что если компания, допустим, может быть, в конце года уже подписала договор какой-то на закупку там какого-то оборудования, которое еще несколько лет будет идти в компанию, мы тем самым, ну, с одной стороны, показываем, что вот представляете, какие перспективы, а мы сейчас как начнем работать, да, у нас новые производственные объекты. С другой стороны, мы должны успокоить пользователей, инвесторов с той точки зрения, что у нас достаточно финансирования. Да, то есть, как правило, как это выглядит? Вот мы собираемся закупить вот это, а финансирование там за счет, допустим, оборотного капитала или финансирование за счет того, что нам уже одобрена какая-то кредитная линия такого-то банка. Вот это как-то так может быть. И еще такой момент. Если вы выбрали метод учета по переоцененной стоимости, вы должны будете каждому переоцененному классу основных средств показать балансовую стоимость. То есть, получается, что пользователь может сравнить, как было бы по балансовой стоимости, а как получилось бы по переоценению. Вот такая вот информация. Так, коллеги, ну у нас как-то, я не знаю, Любовь слушает нас или нет. Поскольку вопросов нет, то мы, соответственно, быстро, да, это я все рассказала, тут рассчитывали на, соответственно, какие-то вопросы, но пока нет. Все понятно, отлично. Ну, если появится, адрес есть, как бы пишите. Может быть, мы еще какой-то вебинар проведем, да, дополнительно, если будут интересные вопросы. Ну, пользуясь моментом, хотела бы рассказать я про наши курсы. Если сейчас возникнет вдруг вопрос, пишите. Значит, появляется у нас новый курс, появится вот-вот в декабре, мы его ждем сейчас где-то в середине декабря, основы МСФО. Там будут не все стандарты, но будут все основные. То есть, внеоборотные активы обязательно будут, финансовые инструменты. И он будет, знаете, так вот покороче, чем общий, да, наш. У нас есть подготовка к депиферам, там очень много стандартов, он очень объемный, больше 80 часов записи. Ну, и он подороже получается, просто не всем это нужно. Если вы не хотите сдавать депифер, то, может быть, вам и не нужно это делать. А вот такие вот основные, да, сейчас вот и нематериальные активы появятся в ФСБУ, и вот сейчас основные средства, конечно, там тоже ФРС 5, да. То есть, мы подобрали такие стандарты, которые будут интересны, как нам кажется, и тем, кто по РСБУ отчетность составляет, и тем, кто по МСФО отчетность составляет, то есть, какую-то базу иметь. Вот. И, ну, пользуясь как бы моментом «Черная пятница» у нас, ну, поскольку у нас курса еще нет, то мы, в принципе, до конца года будем держать эту скидку в 20% и рассылку тогда вот на всех, кто был зарегистрирован, мы вышли, когда он появится. Если будет желание, то можно будет приобрести со скидкой. Ну, и сегодня у нас еще действует скидка на другие курсы. Более подробно можно на сайте посмотреть. Опять же, подготовка к депиферам, коллеги, я сразу хочу сказать, если вы не хотите депиферам сдавать, можете не сдавать. Но вот за эту стоимость, да, вы там за 8 тысяч каких-то рублей получаете информацию, вот такие презентации с объяснениями, даже то, что там на задачах что-то решается. Ну, относитесь к этому как к примеру просто. Есть какой-то пример, можно называть его депифером, а можно сказать, что это задача. Колоссальный объем, больше 80 часов записи, да, вот лекции с объяснениями, с презентациями, все стандарты, не вот этим вот текстом, да, все в схемах, все понятно. Ну, и это за 8 тысяч рублей, в принципе. Дальше захотите на депифер, идите на депифер, не хотите, просто читайте, смотрите. И у нас, если кто-то не в курсе, у нас бессрочный доступ, то есть мы в записи даем, потому что, а вот по примеру вебинара нашего, да, вы видите, что желающих, как правило, много, приходят людей мало, поэтому вы просто покупайте записи, смотрите, когда хотите, когда вам удобно. Так, есть у нас еще трансформации из РСБУ в МСФО, и есть отчет о движении денежных средств, это такие практикумы в Excel, там реальные таблицы, которые мы, ну, на самом деле используем, мы клиентам их приносим, мы настраиваем учет по МСФО вот на этих всех формах, мы даем эти все формы и показываем, как ими пользоваться. И плюс теория какая-то, да, вот, допустим, отчет о движении денежных средств, это отдельный стандарт, и его нет в программе Депифры, его нет в базовом курсе МСФО, поэтому мы его отдельно вынесли, и там одна часть – это полностью теория по стандарту, а вторая часть – это полностью составление вот этого отчета от начала до конца, и именно вот как это в реальной жизни происходит, не просто для поучиться, да, прям вот взяли и пошли потом работать, вот так вот. Так, вот, коллеги, если интересно, то можно будет воспользоваться таким предложением. Ну, поскольку вопросов не воникло, тогда на этом все. Если все-таки появится, то пишите, адрес есть, есть у нас группа ВКонтакте, есть у нас канал на Ютубе, мы там тоже много всего интересного выкладываем, у нас там уже есть и ФРС 15 по выручке, а скоро появится и ФРС 16 по аренде, а ФСБО аренда – это, опять же, да, вот все к этому написано, опять же, с этого стандарта и так далее. То есть много полезной информации, и вы, соответственно, когда подписываетесь, вы будете в курсе уже того, что там происходит. Ну, и вебинар тоже туда выложим, и на почту вам все пришло. Так, ну что ж, коллеги, если все, то на этом прощаюсь. Я надеюсь, что был для вас вебинар полезным, будете пользоваться, да. Всего доброго, спасибо за участие. Жду вас.